Всем привет, народ! С вами Филаор! И сегодня ваш самый любимый управляющий на месте, а это значит, что мы продолжаем проходить Лоботомик Корпорэйшн! Итак, у нас сегодня 22-й день, и сегодня мы на Чиле! Да! Сегодня у нас ничего самого страшного не будет. Испытание сумерек мы посылаем в задницу, потому что до него нам еще качаться и качаться. Сегодня мы должны... Завершить день с восьмым или ниже уровнем перегрева счетчика Клипот. Это будет легко. И завершить день с пятью и более сотрудниками пятого уровня. А у меня здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я уже выполнил норму, даже не начиная день. Итак, сегодня наступает 22-й день. А помните, что 22 это очень замечательное число. И мы не будем тратить лобпоинты, потому что я не знаю, какая херня будет в дальнейшем, и я не знаю, куда мне лучше пока что потратить лобпоинты. На нанимание сотрудников или же на их прокачку. Поэтому пока будем прокачивать то, что имеем. Итак, для начала нам нужно расставить сотрудников тех, кто никогда у нас не меняется. По крайней мере, какое-то время. Бон-бон, ты у нас идешь прокачивать мудрость на понимание к большой птице. И да, я знаю, что шанс успеха у тебя небольшой, но ты уж там постарайся, ты же все-таки Бон-бон. Ты у меня из отряда зачистки. Напарник Оуэна. Ты должен ему соответствовать. Ты должен брать с него пример хотя бы в этом. Давай, Бон-бон, беги. Так, а кто у нас еще? Нам надо кого-то поставить на 1.76 ГГц. Здесь у нас выходит сильный, но немного бесполезный Уилсон. На очень высокий. Ты сколько раз ходил на справедливость на частоты, и ты до сих пор не прокачал справедливость? Да, она, конечно, нищая, но тем не менее ТЭТ. На ТЭТе можно было прокачаться уже, тем не менее. Итак, к старой леди. Я подумаю, кого бы мне сюда поставить. По идее, у нас должна туда ходить Кортни. Потому что Кортни... Кортни должна себя прокачивать. Она у нас очень слабенькая. Очень. А старушка прокачивает у нее выдержку. Можно отправить ее на девочку со спичкой. Она ведь тоже ТЭТ. Но девочка со спичкой у нас отнимает красный тип атаки. Соответственно, ей нужно больше мужества. А у нас есть корректировщик поведения, да? Это ведь ты нам добавляешь больше силы отваги. Нет, он добавляет справедливости. А нам нужно... Вот оно. Сердце устремления. Оно... Да. Повышая ХП и силу атаки. Так что ты у нас идешь... Кортни. Быстренько бежишь получать бафы. А после возвращаешься сюда. Мы сейчас немножко вот так вот включим, чтобы... Была музыка. Когда я без музыки, я начинаю слышать себя. А это не очень хорошо бывает в некоторых случаях. Ииии... Так. Пустые сны. Ну на пустые сны у нас должна ходить Евангелина. По-любому. Хотя зачем? Да. У нас ходила роза. И роза, в принципе, может продолжать на них ходить. Выдержку лучше прокачивать на Летиции. Вот Галина у нас будет теперь ходить на Летицию. Какая Галина? Роза. Роза. Блин. У них русские имена, и мне сложно... Я путаюсь так. Пустые сны. Ну туда Евангелина или Галина. Она у нас тоже прокачивает вы... Ну нет. Давайте Евангелина. Пускай это будет Евангелина. Но при этом... Ева у нас будет ходить на пустые сны. На справедливость. Ей нужно прокачивать справедливость. Каким-то образом. Я не знаю... Я знаю, что это Тед, все дела. Я уже отказался от Зейна. Я... Я понял. Вы... Вы достучались до меня. Зейн это плохо. Больше Зейн я не юзаю. Если только Зейн не будет сбегать. Но такого, по-моему, не бывает. На Шаден Фрейда. А что если мы на Шаден Фрейда отправим Хантера? Надо мне прокачивать своих новичков. Это я прекрасно понимаю. Но если мы отправим его на справедливость... Мне кажется, у него... Чем Шаден Фрейд бьет? Красным, типа. Ну, ты, в принципе, можешь справиться. Мне нравятся эти чуваки. Они такие вдвоем гуляют с подведенными глазами. Такие, уф. Такие альфа-альфа-готы. Вот есть альфа-самцы, а это альфа-готы. Да. Все уже не по себе от них. Просто потому, что они выглядят сексуально. И они уже нацелились до тебя, чувак. Беги, если не хочешь... Оказаться... В жарком положении. Так, Хантер. Я немного отвлекся с тебя. А-а-а... Да. Тут у нас проблемы. Я не хочу, чтобы Хантер сдох. Но знаете... На подавление. Вот просто попробуем. Я... Возможно, я ошибаюсь. Возможно... Но я верю в Хантера. Хантер... Это охотник. В переводе с английского. А значит, он должен охотиться на крупную дичь. И я ему не позволю пока что ходить на большую птицу. Потому, что большая птица ВАВ. Она его сожрет. Так что... Нет. Пока бабушку не трогаем. Мы сегодня на чиле. Я напоминаю. Мы не напрягаемся. Мы уже выполнили одно задание с переработкой. Поэтому нет. Нам только надо продержаться до восьмого перегрева щучек хлеба. И нам даже этого не обязательно. Так. О, сэ. Блудный муж. Я вас уже поженил. О, извините. Извините. Вы еще не в тех отношениях. Я понимаю. А... Вы еще только познакомитесь. И это как бы не мое дело. Но... Как ты? Выживая с монстра девочкой, до сих пор не прокачала справедливость. Возможно, у них не было каких-то перепалок супружеских между собой. А вот опять я их женю. Нет. Они только встречаются. Они только узнают друг друга. Мне надо... А. Я опережаю события. Возможно, она его съест. Когда-нибудь. В какой-то день. Слушаем АСМР. Откроем, 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 откроем. Да, мы отправляемся сюда не на привязанность. Ни в коем случае. Попробуем на... Инстинкт. Мы увеличили скорость и шансы работы. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Плюс она не сбегает. И это замечательно. Мы скоро откроем новую эпос броню. Итак, Камила, отправляйся. Да, хотя ты можешь тут вывести высокий. Да, давай, вывози высокий. Тебе нужно поднимать справедливость. Ты должна побыстрее двигаться. Она очень медленно. Так, теперь мы можем увеличить скорость и уже... Блин, я... Летится, ты меня напрягаешь. Я уже... Так. Я уже начинаю обращать на нее внимание. Новые аномалии. Как удобно, что они у меня тут рядом. Давайте их рассмотрим детально. Это девушка, которая как бы демон. Но она выглядит как ледяная королева. У нее даже корона есть. Это корона? Или тату на волосах? Я не знаю. В моде сейчас столько нового. Допустим, это принцесса-демон. Она выглядит грустной. Она нуждается в Оуэне. Нашему похитителю сердец. Инстинкт и подавление это сильно агрессивно. Тут не подойдет. Либо понимание, либо привязанность. И... Я думаю, он сможет охмурить твое ледяное сердце. Так что беги, Оуэн. Сделай то, что у тебя получается лучше всего. А Дэниел... Сегодня вы объединились в такую небольшую команду тестирования. Поэтому, Дэниел... Ты будешь тестировать. Ты у нас самый новенький. Поэтому ты тестируешь новые аномалии. Я надеюсь, что с тобою... Ничего плохого не приключится. Сейчас внимательно наблюдаем за Оуэном. Оуэн у нас еще тот Альфачи, тем не менее. Так, хорошо. Они идут вровень. Он немного побеждает. Он лидирует. Я так и знал, что он ей понравится. Давай, покажи свою... Стильную сторону, Оуэн. Покажи своего внутреннего любого... Ау! Она очень больно бьет белым. Корректировка поведения. Все дела. Он даже не парится. Посмотрите на его невозмутимое лицо. Оуэ! Что ты с ним сделала? Что ты с ним сделала? Так. Это не то. Ли то. Брошь. Шум. Тебя зовут Шум? У меня уже есть один белый шум. Мне второго не надо. Вау! Сколько локпоинтов! Так. Давайте тогда автоматически проверим. Перевязанность. Так. Ладно. Неплохо. И... Понимание. Так. Хорошо, что мы пошли на привязанность. А Оуэн у нас как? Спри... А... А... Да. О, он еле справился! Еще бы чуть-чуть. Оуэн оба задело. И он бы сошел с ума. Так. Кстати говоря. Записи сумасшедшего исследования. Старые записи написаны абсолютно неразборчивым почерком. Субъекты, экипировавшие аномалию записи сумасшедшего исследователя, получат большую прибавку характеристикам, связанных с выдержкой. Да, прибавка-то очень хорошая. Я сейчас не буду трогать нашего маленького лысого друга. И это не так должно было прозвучать. Но ладно. А... Он... Пускай у нас находится... В спокойствии. Потому что, зная эти все аномалии, если мы чуть-чуть как-нибудь слабенько на него повлияем, он может... Умереть. Распотрошиться. Превратиться в какую-нибудь тварь. Мы этого дела не хотим, поэтому мы этого делать не будем. Хантер, моя умничка, Справился на отлично. Так, давай-ка сразу. Будем форсить Хантера. Хантер мает. Хантер молодец. И, Галина, не забываем про тебя. Давай-ка по... Давай-ка посерьезнее. Так, стоп, что? Ты один раз сходила к бабушке, у тебя справедливость качнулась на четыре? Серьезно? Прямо вот так в процессе? Ладно. Сходи-ка ты к ней на понимание, мало ли. Мало ли. Итак, Кортни. Так, ты у нас всего на десять. Всего на десять. Это не очень хорошо. Блин, я волнуюсь за Кортни. Девочка со спичкой ее... Ой, как сильно она ее убьет. Ну ладно, мы сюда пришли экспериментировать, так что... Давайте попробуем. Ладно. Мы вернемся к Кортни через несколько секунд. Только надо расставить всех опять по своим местам. Так. Роза. Роза у нас ходит к летице. Надо не запутаться. Именно Розе нужна игрушка. Ей нужен друг. Она подружилась с куклой. Ей не с кем общаться. Потому что Роза у нас бородатая женщина. И ей не хватает непредвзятого внимания. Поэтому на привяз... На привязанность же? Так, Роза. Роза! Давай без этого. Все будет хорошо. Я знаю, она не настоящий человек. И тем не менее у вас завязались хорошие отношения. Девочка со спичкой, вот например... Она тоже любит дружить с девчонками. Сегодня к ней пойдет новая девчонка. Я не знаю, как она на нее отреагирует. И тем не менее... Хосе, молодец. Хосе, продолжай. Я уже думал, у нас так Хосе апнулся. Хосе, продолжай в том же духе. Ты должен показать свою сильную сторону паучихи. Ты... Ты... Он... Он мягкий. Он... Он сильно... Посмотрите на его рожицу. Он не может быть сильно жестоким. Он милый. Он выглядит как Рэмбо. Но тем не менее у него добрая душа. И поэтому ему нужно проявлять хоть какую-то справедливость. Потому что наверняка... Недаром тут затемненная комната. Мало ли что там происходит. Какие БДСМ игры у них. Поэтому... Хосе, дерзай. Ты должен показывать свои сильные стороны. Возможно, ей это даже понравится. И тем не менее, да. Я очень расстроюсь, если они поссорятся. Так. Бонбон у нас не идет. Хотя у нас сейчас будет перегрев клепота. Так что... И... Беги, Бонбон. Беги. Я в тебя верю. На... На обычный. На обычный. Так. На подавление Уилсон. Очень высокий. Давай. Как-нибудь разберись ты уже со своей справедливостью. Мать твою Уилсон. Ему совершенно не идут эти очки. Он очень сильно похож на Розу в этих очках. Ну, прямо один в один. Нет. Дело не в очках. Дело на лихо-девочках. Возможно, они брат и сестра. Но они об этом сами не знают. Они же с толком не пересекаются. Где Уилсон и где Роза? Совершенно два разных отдела. Эм... Так. А это означает, что Оуэн теперь сможет у нас сходить сюда снова. Вау. Это было мощно. Нас все разом так решили. Вот прям так. Давай-ка, Геральт, у нас сходи-ка на Велчерс. Я хочу просто не проворонить какую-нибудь аномалию, которая этого требует. Я не могу поставить Оуэна. Окей. Это из-за вот этой вот броши, которую она ему дала? Ладно. Оуэн, держись. Твое сердце не должно стать холодным. Ты должен держать свое сердце в тепле. В него еще так много отношений, так много девушек может поместиться. Оуэн. Они когда-то принадлежали исследователю, что обезумел во время своих исследований внезапно. Они были лишь частично расшифрованы и большая часть из них касается эксперимента, проводившимся в этом месте. То есть корпорация уже своим существованием создает новые аномалии? Это как-то ненормально, вы не находите? В смысле, корпорация, которая борется с аномалиями и, ну, собирает с них электроэнергию? Как это происходит? Зачем это происходит? Неужели здесь такая неразвериха, что они у вас просто происходят и неконтролируемо выпускаются? Все эти аномалии? Я не знаю, может быть, чая-нибудь кружка внезапно стоит аномалией? Просто вот потому что. Если сотрудник вернет аномалию записи сумасшедшего исследователя, принося ее менее 30 секунд, то кожа сотрудника начнет осползать, а его тело через пару секунд взорвется. Почему взорвется? Почему? Ладно бы он обезумел, ладно бы он там начал всех крошить, убивать, но... Это записи сумасшедшего исследователя. А не исследователя из... Организации запрещенной в России. Сейчас так говорят, да? Я просто не в курсе, можно мне вообще так говорить или нет. Ладно, Оуэн у нас напуган. Оуэн не хочет у нас идти к снежной королеве. Снежнодемонической королеве. У всех должна быть лепуха, верно? Так, у нас Нарая скучает. Ээээ... Что ты можешь? У нее выдержка 5, а значит она сможет на высокий сходить. Однако у нас скоро рассвет, она нам явно понадобится. У нас еще есть Фрэнк. У Фрэнка выдержки недостаточно. Так, ладно, я думаю мы успеем быстренько сбегать. Нарая у нас быстрая девочка, и так на высокий. Что это такое? Меня это очень напрягает. Это вот, это брошь? Я не понимаю. Потому, ну, это, это только может быть брошью. Больше это ничем не может быть. Это не предметная аномалия, чтобы ты ее вот так носил. Куда? Оуэн у нас стал какой-то гиперактивный, зацените. Так, хорошо. Нарая. Нарая. Не, ну Нарая прошаренная. Блин, мне надо им поменять аутфиты, они реально становятся очень сильно похожими друг на друга. Нарая, конечно, крутая, но ей очень не идет курить сигарету. Ее надо отучать от этой при... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Так. Этой херней не было. Снежная королева ее ничем не одарила. А это значит только две вещи, либо Нарая сильно крутая для этого дерьма, либо она работает только с мальчиками. Вау. Так, записи сумасшедшего исследователя у нас прогрессируют. Они начались с признания о неэтичных экспериментах, но заканчивались совершенно сумасшедшими и обрывочными фразами об исследованиях. Если сотрудник вернет аномалию записи сумасшедшего исследователя, не выполнив какой-либо работы, то носящий взорвется. Почему взорвется? Почему? Он не ходячая бомба. Это просто блокнот. Это не динамит. Последняя строчка заканчивается следующим. Рожден заново. Это намек на то, что он возродится. И тут, кстати, есть еще запись. Хотя все уровни уже открыты, но... Я подожду время. Я тебя подожду. Но что-то мне подсказывает, что она откроется только, если у меня кто-то взорвется. Тогда ты будешь закрытый. Навсегда. Если носящий получит определенное количество урона по ХП или СП, носитель... Естественно, он взорвется. Как же иначе? А взрыв будет настолько мощный, что заденет всех сотрудников по всей секции. Взрыв нанесет всем окружающим большое количество красного урона. Что это, блин, за ядерная бомба? Это ядерная бомба самая настоящая, блин. То есть мне надо держать его подальше вообще от всего. И теперь он должен завершить работу, а иначе он взорвется. Я не знаю, распространяется ли это на конец дня, но я не собираюсь в этом рисковать. На самом деле, не очень полезная аномалия. Вообще бесполезная, я так думаю. Какой-либо работы. Значит, не важно, на какую-либо он будет выполнять работу. Он пойдет у меня на выдержку. Например, к Летиции. Летиция это хороший вариант, но после рассвета. Сейчас будет рассвет, потом они пообедают, потом будет полтник, потом будет уже Летиция. Итак, у нас все по своим отделам. И... Кантер должен немножко восстановиться. А Геральт? У нас бежить. Пить. Да, беги пить. Если оно тебе что-то прокачает, я буду даже рад. Итак, у нас сомнения. А сомнения это роботы. Нам нужны белые ребята. Нам нужен белый урок. Так, незабываем о большой птице. Бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон-бон. Бон-бон-бон-бон-бон-бон. Бон-бон-бон. Ты у нас в принципе можешь стрелять. А ты у нас в принципе можешь бить черным. Беги. Отлично! Мы завершили сомнения, вообще не напрягались. Ооо, старая леди. Ладно, хорошо. Сегодня обойдемся уже без тебя. Я не хочу расстраивать своих сотрудников. Сегодня у них праздник. У них наконец-то выдался легкий день. Камила, я знаю, что ты только что расправилась с железякой, но это же просто поговорить Камилу, не надо строить такую рожу Тебе просто надо поговорить с ней Ты один из самых приятных людей в компании, так что обычный разговор, самый удрученный Смотрящий на стену девушке, поможет ей психологически А Летиция у нас встречается с мальчиком Я не думал, что это так волнительно Итак, мальчик идет на Летицию Давай обычный Если у нас Галина смогла в процессе апнуться, то я думаю, что Хантер смогет нахи аномалии Я так стараюсь их сводить, аномалии к аномалиям Но мне не стоит забывать, что некоторым аномалиям, возможно, даже если эта девушка может нравиться девушке Всякое бывает А возможно, кому-то просто нужен друг Да? Все-таки взаимоотношения бывают не только любовными Именно и поэтому эта игра такая сложная Нужно подобрать нотки души сотрудников и аномалии Да так, чтобы ни у кого не возникало проблем У нас два сердцееда в компании, если что Это Фрэнк и Оуэн Фрэнк, он даже не пытается Но вы посмотрите на Фрэнка Фрэнку даже стараться не надо А Оуэн? Оуэн красавчик И он это знает, и он пытается изо всех сил И так, на рая Так, возможно, сейчас будет что-то новенькое Или нет? Как насчет записи сумасшедшего? Да Качество исследований сотрудника повысится лишь от того, что он держит их в руках Но если их возвратят, не удовлетворив их жажду знаний То некомпетентный сотрудник, вы сами поняли Но он утолил? Он очень хорошо утолил жажду знаний Я думаю, он даже сможет еще раз ее утолить Много-много раз Ему нужно прокачивать привязанность Я не помню, читал ли я это или нет Пока что все это открою И мы полностью открыли Оооооо хоо Вот это мне надо Вот это, вот это Это Белый урод Так она еще и хилить будет Какая полезная аномалия Вау, 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 вау Нарае плохо справилась Нарае еле-еле прошла Так, давайте откроем вот это вот полностью И да, привязанность сработала Блин, это реально очень логичная игра Здесь все Если базироваться просто вот на Логике взаимоотношений людей На то, как выглядит аномалия На то, что она пытается показать В принципе, все предсказуемо Все можно предугадать Эта игра скрывает в себе больше, чем может показаться на первый взгляд На подавление, беги, Кортни! Я за тобой понаблюдаю Мне интересно, какие у вас девичьи секреты Да, давай сделаем все как обычно Не, она ее сильно коцает, ладно Хотя, возможно, ей не понравилось, что я на них смотрю Забыла в какую сторону идти Так, можно кого-то еще отправить Так, на Раэ отправляем на Ледяную Королеву Или нет У них в прошлый раз что-то не заладилось Мне надо узнать, сбегает она или нет Это очень важно Но сможем мы это сделать только после полудня В результате которого она может избежать У нас все закончили работу И все вернулись по своим департаментам Сейчас будет полдень А я не помню, что такое полдень Ох! Бак! Вот сейчас было бы клево Я вспомнил, что такое полдень Так, ребят, текаем Быстро, быстро Все, быстро, убегаем Ну и как всегда Триггером самой сложной миссии У нас будет певцо Певцо для Геральта Он лучше на Лютика теперь похож Блин! Стоп, 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 стоп Большая птица сбежит Здесь очень много клерков, ребята Ребята Навалите вы керам собачьим Так, ладно Пока они расставляются все по своим местам Мы с вами Возьмем наши нишники Ох, да Я тебя назначу на нужное русло, да Итак, клерки из-за делов убираться не хотят И это очень плохо Потому что фиолетовый полдень В этом случае равнозначен Выходу большой птички И она выйдет на охоту Будет топать и убивать всех подряд А сегодня День расслабона День чила И поэтому, чтобы устроить этот день Расслабонность для своих Нормальных сотрудников Которые заслужили этого Да, клерки Альфа, гамма и эль Эпсилон Я говорю о вас Поэтому сегодня Я завершаю день И тем самым Я в любом случае Выполняю эти два задания Итак, завершить Самый удачный день 15 лобпоинтов Моя награда Я молодец Я лучший Лучший сотрудник этого отдела Итак, начинаем Следующий день Да Я знаю, что надо как бы Подольше держаться Подольше прокачиваться Но фиолетовый полдень В моем случае Это очень плохо И опять Только не говорите Что опять будет Две аномалии Так, это аномалия Из дополнения И мои дорогие сотрудники Я надеюсь Все надели противогазы Что мы выдали вам Перед выходом сюда Перед переходом По-моему, я такой уже По-моему, она у меня уже Выскакивала Ты так хочешь мою игру? Ты так хочешь мою игру? Ладно, я тебе подумаю Самый прекрасный в мире концерт Начинается в руинах Ладно С ее надеждой Обернуться в прах Она вернется в могилу Со всем, что жаждет жизни Так, на самом деле Очень нерадужные названия Пизде Но это связанное с газами Это что-то не очень хорошее И да Я в прошлый раз Да, я помню, что Это Я думал, что эта ячейка Она просто полна газов И этим она отличается Поэтому она такая взбухшая Именно поэтому Я не хотел ее брать С надеждой обернуться в прах Она вернется в могилу Со всем, что жаждет жизни Очень красиво звучит Самый прекрасный в мире концерт Начинается в руинах Это не обязательно Может быть что-то опасное Это скорее может быть что-то Что-то лиричное Что-то театральное Возможно А возможно и нет А тут С надеждой обернуться в прах Она вернется в могилу Это какой-то вампир По-любому И поэтому Я выбираю Т-01-31 Я читаю ваши комментарии И Вы мне пишите, что Я очень удачно угадываю Аномалии Очень удачно Именно поэтому Мне сейчас очень страшно Делать выбор Мне не нужен еще один Баф Или Или чумной доктор Ааа Нет их две Я с этими еще не разобрался Поумерьте свой пыл Тиферет Вот именно они Хотят новых аномалий Потому что их двое И на каждого по аномалии И многие из оболочек Из кожи Выкрикивали Лишь одно слово Ой как приятно Если из-за системной ошибки С этой аномалией Исчезнет цензура Нам придется Немедленно избавиться От нашего управляющего А почему сразу я? Вот эти две аномалии Внезапно решились Вспомнить о том Что я существую Меня это напрягает В этом городе Еще остались Прекрасные изумрудные дороги Сверкавшие ярче Чем-либо А здесь описание Очень Очень Простое Оно очень Не опасное И Следуя логике игре Оно может быть Самая опасная аномалия Здесь Я не знаю Это самый сложный Выбор в моей жизни А вы Вы его удвоили И многие из оболочек Из кожи Выкрикивали Лишь одно слово Оболочки Из кожи Ну Вообще Все мы Это Носим на себе Оболочки Из кожи Так что возможно Здесь нет ничего страшного 0620 Мне что-то подсказывает Что это что-то Похожее на кнопку То есть там же тоже есть Вот эти помехи Вот это все Мне кажется Это что-то из этого А это случай Не предметные аномалии Давайте попробуем 0620 Все-таки Они кричали Мое имя А значит Они Они скучали по мне Они вспоминали меня И возможно Я сейчас совершил Свою самую большую ошибку Итак Анжела Человечество давно Хотело создать Утопичный мир Логично Но что для них Значит утопия Стоит ли она Всех этих конфликтов И страданий Об этом успело Сложиться И исчезнуть Множество Историй Время шло Люди Начали терять И веру Наблюдая за ними Одни Видели отчаяние Но другие Видели надежду К чему ты клонишь В какой-то момент Родилась Новая цивилизация Новые открытия Новые технологии Она развивалась С невообразимой Скоростью У всех крыльев Есть хотя бы Одна сингулярность Слова крылья И сингулярность Выделены Они Как-то влияют На сюжет Все верно Как того желали Первые люди Технологии Должны были Создать Утопичный мир Люди Желали Лучшего мира И Развернулось Невообразимое Зрелище Мы Не можем Знать Стало ли Все Утопией А потому Что вы Роботы Утопия Она Она то и утопия Что она Не имеет Под собой Никаких других Понятий И Если вы видите Утопию То вы точно Знаете Что это утопия На то Она и утопия Ясно Лишь одно Это то Что позволило Мне говорить Прямо перед вами И Все Вот Это Странно Это Это должно Пугать На самом деле Представьте Что Вы Вот Вы Реально Управляющей Компанией Вот Все Делаете Там Свою Работу И тут Вам Заходит В офис Девушка Из Другого Отдела Этой Компании И Она Говорит Вам Вот Как бы Вы Отреагировали На это Я бы Обосрался Наверное Потому что Зная Что они Роботы Зная Что у них Как бы Не может Быть Подсознание Говорить О Каких-то Философских Вещах А уж Тем более Рассказывая Какие-то Истории Из Мира Которого Я не знаю И это Становится Жутко Ладно Так Это Кто из А Понятно Это Милашка Цун-Цун Последнее Время Сотрудники Такие Болтливые Все Так Воодушевлены И Я Рад Этому Ведь Такая Живая Атмосфера Встречается Здесь Редко Живая Это Неподходящее Слово Они Просто Работают Бодрее Чем Обычно Это Все Из-за Нового Управляющего И Только Ну Как бы Ну Как бы Спасибо Надо Сказать Ты Должна Понять Тиферы Это Корпорация Лоботомия Здесь Новости Не Связаны С Чьей-то Смертью На Вес Золото А Чувак Рубит Фишку Сотрудникам Надо О Чем То Говорить Ну Если Это Хоть Ненадолго Повысит Их Эффективность Тогда Ладно Но Я Не Могу Понять Чего Они Так Расшумелись Разве Ты Не Была Зволнована Как Остальные Ну Да Ну Так Первый Раз Мы Должны Быть Рады Каждый Раз Естественно Естественно У меня Я Каждый День Завершаю На С Рамки Еще Месяца Здесь Не Проработал И Тем Не Менее Я Развиваюсь Помнишь Мы Делали Ставки На То Сможет Ле Управляющий Спасти Сотрудника С 95 У Повреждения Психики Ну Да Было Первые Два Дня Это Да Это Было Как-то Так О Конечно Я стоял На То Что Он Не Справится А Ты На То Что Справится Да Но К счастью Сотрудник Умер Но К Несчастью Сотрудник Умер Я Была Так Рада Своей Победе Что Простила Заключать Такой Жапари Снова И Снова Результат Всегда Был Одинаков А Вот Мне Интересно Если Б Я Верно Но Ты Перестала Делать Ставки Но Это Из-за Того Что Ты Постоянно Проигрывал Стало Скучно В смысле Ваш Управляющий Стал Молодцом Вы Столько Что Об Этому Говорили Значит Он Должен Был Выигрывать Постоянно Но Делал Ставки Не Просто Так Я Всегда Надеялся Что Результат Изменится Так Он Вы Столько Что Говорили О Что Сейчас Все Хорошо И Все Радуются Сейчас Говорите Что Результат Плохой Жаль На Тебя Все Время Ждало Разочарования Ну Если Наше Время Не Было Бы Ограничено То День Когда Мои Надежды Оправдались Когда Нибудь Бы Да Пришел В Смы Сле Вы Роботы Вы Мне Об Этом Говорили В Лицо Смотрели Мне В Глаза И Теперь Говорите Что Вы Можете Умереть Или Хотя Возможно Их Спишут Или Заменят Такой Что Уже Происходило Как Говорил О Тифере Цун Цун А Что Вы Думаете О Чем Мы Вообще Говорим Кого Его Нельзя Спасти О Ком Идет Речь Что Возможно Загадка Жака Фреско Так Я Я Уловил Суть Разговора Вы Говорили О Том Какой Я Херовый Вначале Вы Говорили О Том Какой Я Класс Потом Вы Говорили О Том Какой Я Херовый Кого Нельзя Спасти Ладно Я Отвечу Возможно Я Тоже Так Думаю А Наступит Ли День Когда Все Будет Хорошо Опять же А Кого Тогда Спасти Возможно Если бы Мы Встретились Раньше Я Меня это Очень Напрягает Меня это Очень Напрягает Я еще Месяца Здесь Не отработал Уже Какие-то Секреты Недомолвки От Меня И при этом Я-то Живой Я Из вас Всех Не говорю Что я Робот Мне важна Жизнь Я хочу Жить Я хочу Чтоб Жили Все Кто Заслуживает Жизни Ладно Чтобы Предотвращать Перегрев Вы Должны Уменьшить Количество Работы Отдавая Приказы Эффективнейшим Образом Иначе Побеги Аномалии И Другие Происшествия Будут Происходить Постоянно Я на самом деле Все Заслуживают Жизни Все Я Не тот Человек Который Должен Решать Кому Жить Кому Умереть Но Такая Игра Такая Игра И соответственно Логика Моя Подстраивается Под нее Завершите День Седьмым Или Ниже Уровня Перегрева Клипов Это Типа Меня Сейчас Игра Стала Ограничивать Она Все Меньше И меньше Заставляет Меня Проходить Дни Ладно Расширить Подтвердить Может быть Мне дадите Два Улучшения Сразу Вы мне Дадите Улучшения Пожалуйста Вы мне Даете Две Аномалии В день Дайте Мне Плюшки О Спасибо Давайте Две Нет Одно Нет Одно Так Что у нас Здесь Щит Препятствующий Физическому Вмешательству Активация Щита Которые На короткое Время Поглощает Т.Р. Урон В смысле А Красный Урон Это Щит Не Защищает От Других Типов Урона Активация Щита Которые На короткое Время Так Белый Урон И Черный Урон Уху Так Ладно Это Интересно Ну Наверное Больше Мне Нужен Красный Урон Сейчас Потому Что У меня Большинство Аномалий Бьет Красным Уроном Ну С летальным Исходом И Соответственно Больше Всяких Испытаний Бьет Красным Уроном Поэтому Берем Подтверждаем Скоро Нас ждет 23 День И Спасибо Большое Что Смотрели Данный Ролик Подписывайтесь На мой Канал Ставьте Лайки Клацайте На колокольчик И Я буду Ждать Вас В следующем Видео Всем удачи И Пока Пока Субтитры